Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Алтанский, первый русскоязычный мотивационный спикер, тренер и коуча успеха номер один на русскоязычном пространстве. А в этом видео сегодня я приветствую вас из сердца Нью-Йорка. И прямо сейчас нахожусь на всемирно известной, знаменитой площади Таймс-Сквер. И она, кстати, там вот внизу горит рекламами, а я на 23-м этаже в гостинице, в спортзале. И в этом видео я хочу рассказать о том, что меня мучает в Нью-Йорке уже два дня подряд. Вчера утром мы с моей женой сюда прилетели и начали свой день с прогулок по Манхэттену. И пока мы гуляли, Нью-Йорк начал меня вдохновлять, и мне начали приходить интересные идеи. Я начал их записывать себе в блокнот, в телефон, в айпад. И в какой-то момент мы выходим в стране из магазина, и мне снова приходит гениальная, феноменальная идея. Я ловлю себя на мысль о том, что, похоже, Манхэттен имеет какое-то особое воздействие на меня, и вдохновляет меня, и приносит мне идеи. Я поделился идеей с Таней, и Таней сказал, вау, какая интересная идея, надо ее реализовывать. И мы пошли дальше. Мы пошли на вокзал Grand Central. Таня никогда там не была, ей очень захотелось там побывать. Сделали красивую фотографию, выходим с вокзала, и тут меня посещают еще одна идея. Я говорю, Таня, что-то в этом есть, в этом Манхэттене, который их так вдохновляет. Говорю, и, кстати, смотри, эта идея только что пришла. 40 минут назад пришла, и я начал думать, а что это было 40 минут назад? Говорю, а ты не помнишь, какую идею тебе рассказывал 40 минут назад? А Таня говорит, нет. И мы минут 15 или 20 шли и напряженно пытались вспомнить, какая же идея пришла 40 минут назад мне. Уже прошло больше 24 часов, мы до сих пор не вспомнили. И в этом видео хочу вам рассказать. Идеи, которые нам приходят, они не наши. В большинстве языков мы, люди говорят, не говорят, я придумал идею. Мы говорим, мне пришла идея. Ученые установили, что идеи, они приходят извне. Они приходят из вселенной, из коллективного разума. И более того, ученые установили, что если идеи, которые нам приходят с ними, ничего не делать, то в течение 37 секунд идея может исчезнуть. Но не бесследно, не навсегда, а она, скорее всего, перейдет к другому человеку или к другим людям. И та идея, которую я пытаюсь вспомнить уже более 24 часов, возможно, уже кем-то реализуется. В Украине или в России или в Казахстане, а может быть в Америке, США, Канаде или в Астралии. И то, что я заметил, супер успешные люди, это люди, у которых очень сильно развита интуиция. Весь свой бизнес, по большому счету, я лично строю не благодаря очень долгим аналитическим, логическим выводам и умозаключениям. Обычно то, что я реализую в своем бизнесе в плане маркетинга, в плане продвижения, в плане создания продуктов, тренингов, семинаров, обычно это все приходит в виде идеи. И то, что я знаю, что если идеи не фиксировать, если их не записывать, самое главное, если их тут же не воплощать в жизнь, они уходят. Уходят чаще всего к другим людям. И супер успешные люди обычно сразу же начинают идеи воплощать в жизнь. Другие же ждут подходящего момента. Кстати, Виктор Гюго говорил, нет ничего сильнее идеи, время которой пришло. Поэтому верьте в свою гениальность, верьте в то, что к вам могут приходить, и они приходят, гениальные идеи. И следуйте им, реализуйте их, и вы увидите, как сильно ваша жизнь, как сильно ваш бизнес будет отличаться от бизнеса других людей, которые очень сильно долго напрягаются, думают, анализируют. И в результате мало что хорошего создают. Это почти все, что я хотел рассказать. И я уже собирался закончить вам этот рассказ. Я вспомнил, что здесь недалеко от Манхэттена есть другой соседний остров, который называется Лонг Айленд. На нем в свое время творил и работал, и у него там была своя лаборатория, самый великий изобретатель 20 века. Кто это? Его звали Никола Тесла. Никола Тесла был в состоянии сжечь небо над Манхэттеном в течение трех дней подряд при помощи молний. Никола Тесла создал самое большое количество изобретений в 20 веке. И Никола Тесла говорил, я ничего сам не придумаю. Я просто получаю эти идеи извне. И Никола Тесла был в состоянии создавать машины в своем воображении. И эти машины, которые когда были реализованы физически, работали сразу. Поэтому хотите создавать гениальные вещи, доверяйте тем идеям, которые вам приходят. Прежде всего их фиксируйте, а затем немедленно воплощайте. С вами был ваш Николай Латанский из Нью-Йорка, с Манхэттена, с Тайм-Сквер. И до встречи в следующих видео. Пока!